Друзья, с вами Эдуард Волгов и я начался третий день моего поста на соках. Я ничего не кушаю, не принимаю твердую пищу и расскажу вам, как весь процесс поста, как его нужно делать правильно, потому что я уже имею большой опыт и поэтому могу с вами поделиться не книжными данными, а вот именно личным опытом. То есть начинаем с того, что в первый день я пил для того, чтобы вычистить кишечник быстренько, я пил сок и молочко. И вот это помогло хорошо, меня так прочистило и казалось бы, все нормально. Но исходя из опыта старого, прошлогоднего, я знаю, что этим не закончится. То есть в больших животиках очень много остается разной гадости, поэтому ее нужно продолжать дальше плюмывать каким-то образом. То есть я дальше буду продолжать пить соки, томатный сок, вывар из свеклы, буряка и посмотрим, как дальше все это будет происходить. Состояние, в принципе, чуть-чуть-чуть такое тело чувствует, что оно не получило уже вторые сутки полноценной пищи, такой, какой привыкло. Ну и поэтому она немножко протестует такой галостью. Но в принципе ничего страшного. То есть я расскажу, каким образом, то есть мобилизировать можно тело. Вот это, как я уже раньше рассказывал, это такой мой обычный стаканчик с трубочкой, который нужно дуть. И в течение, допустим, там 5, 10, 15 минут, если будем дуть в этот стаканчик, то есть для чего это делается? Во-первых, это для того, чтобы тренировать легкие. Во-вторых, и это, видимо, возможно главное, чтобы синхронизировать тело с сознанием. То есть получается так, что когда мы набираем полный воздух легких и пытаемся в маленькую трубочку это все выдать, нам нужно какое-то усилие, которое мы в каждодневной жизни не делаем. И поэтому это не так просто изначально. Если вы начнете и попробуете заняться таким-то вещью, это вообще очень хорошая профилактика для тренировки легких. А в наше тяжелое время коронавирусное, вы понимаете, что легкие очень-очень-очень сильно как бы являются целью для этого страшного-страшного вируса. Хотя я его вирусом не считаю. Поэтому тренировка легких всегда никогда не помешает. К тому же это очень хорошо помогает в самочувствии. То есть если вы с утра, допустим, 10-15 минут будете использовать этот препарат, вот я вам покажу. Я уверяю вам, что у вас совершенно все, и ваша голова прояснится, независимо от того, какое у вас состояние, какие стрессы, вы будете чувствовать себя гораздо лучше и увереннее. Это простой способ. Делюсь с вами такими маленькими хитростями. Вместо того, чтобы закидываться таблеткой, вы можете попробовать потренироваться недельку с этим приспособлением нехитрым. Обычная трубочка. Трубочку нужно чуть-чуть побольше, не совсем уж маленькую. Хотя, в принципе, пойдет любая для тренировки. И это поможет вам найти такое равновесие, то есть гармонизировать сознание с телом. Это простой механизм, заменяющий в дальнейшем, который может заменить много докторов. Что же касается самого процесса поста, Я буду продолжать дальше пить сок, пить молочко. И дальше буду переходить полностью на чистую воду. Только тогда, когда уже почувствую, что вот уже все, ну полностью. Ничего внутри у меня нет, ни одной какашки, такой самой маленькой, да? Потому что живот большой, и там в закомарках прятится очень много-много разной гадости. Вот, ну, сегодня еще как бонус к моему отчету о голодовке, о посте. То есть это не голодовка, учтите, еще раз говорю, это не голодовка, это обычная, обычный нормальный пост. Я употребляю эти соки и выбор из буряка, в котором находится очень много сахаров, сахар-допинг. Сахар я уже в течение, видимо, месяца, не помню уже сколько, когда начал, но вообще не пью чай с сахаром, ничего, сахар не добавляю. Только если блюдо какие-то, просто когда готовишь. Вот, ну, сахар очень вреден. Сахар это допинг, сахар это равносильно водке. То есть он нужен только там, когда нужны физические, большие физические усилия. Это нужно детям, чтобы стимулировать их подвижность. А в нормальном состоянии сахар просто не нужен. Ну, представьте себе, что мы вот каждый день в чай добавляем сахар и пьем этот сахар. Пьем-пьем в огромных количествах. И у нас это, так как мы физически не двигаемся, у нас все выходит на эмоциональный план. Отсюда очень много неврозов, отсюда, то есть мы подавляем себя. И сахар является как бы стимулятором, а мы еще сознательно, как бы, свои психические процессы стараемся так утихометить, чтобы нормально жить, чтобы себя хорошо чувствовать. Потому что любая эмоция, она, в принципе, вызывает, в конечном итоге приводит к негативному результату. Потому что это животное, это наше тело животное, и оно променюет, высветляет наши эмоции на энергетическом уровне. То есть злость, зависть, ревность, эгоизм, желания, они это все энергии, которые на определенном уровне, как ноты на пианино. И мы, как бы, самоиграющие пластинки, которые не замечают, не знают этого, да, что эмоции приходят, уходят, мы очень мало сознательны в этом отношении. Поэтому мы не контролируем свои эмоции, а чтобы их контролировать, нужно, чтобы они просто не были такие сильные. А для этого нужно поменьше есть сладкого. Потому что сладкое, это допинг однозначно. Вот. Ну и насчет коронавируса. Вот, знаете, я очень много пишу на эту тему, и у меня, если вы зайдете на мою страничку, там очень много о том, что, ребята, что происходит, почему нам вешают лапшу на уши. Почему постоянно сообщают о каких-то мутациях, новые штаммы вируса. Они начали активно мутировать. Раньше не мутировали, сейчас начали. С чем это связано? Это связано только с тем, что фармакологические корпорации нуждаются в новом финансировании. Но это вторичное. Первичное. Это отмазка самих докторов, у которых умирают пациенты от вакцинации. То есть вакцина не действует. А почему она не действует? А отмазка, что это новый штамм коронавируса. Вот больше ничего, никаких нет возможностей, чтобы этому вирусу оживить его. То есть они уже его оживили. Они сделали его живым. Хотя на самом деле это продукт распада, разложения органических клеток в нашем организме. У нас же постоянно в организме распадаются клетки. Куда они деваются? У них же есть органы органелл эти. Куда они деваются? Они должны раствориться, прежде чем попасть в лимфу и вывести, быть выведены из организма с мочой, потом и т.д. и дыханием. То есть понимаете, в чем процесс? Мы должны ясно себе отдавать отчет, что все, что выходит, допустим, самая наглядная моча. Если моча ясная и прозрачная, все в порядке. Если она темная, значит слишком много распадающегося в организме, в том числе пища, как при распаде пищи происходит. Слишком много вот этой гадости внутри нас. Надо больше пить, надо больше пить жидкости, чтобы помогать организму выгонять это все. Плюс ко всему нужно сделать что-то таким образом, чтобы наше сердце начало более активно работать и гонять эту кровь. Чтобы выгнать всю гадость из организма. Нет никакого другого, никаких других вирусов. Продукты распада, то есть аминокислоты называются, да? Там ДНК, вот эти все, они вирусами называются. Да какие нафиг это вирусы, живые существа. Кусочки распадающиеся плоти принимаются за живые существа. И мало этого, еще утверждается, что там есть какой-то код, на котором записано все, вся наша жизнь, все строение нашего тела. И мы как собачки ходим в туалет, писаем и наш ДНК, весь наш код сливается, так выливается везде. Собачка пописывала своими ДНК, то есть наследила, да? То есть до смешного доходит. Это смешно. Это было бы смешно, если бы не было так печально, что наука сама себя ограничила от энергетических, понимания энергетической сущности человека. На компьютерах почему-то все записывается, на дисках, какие-то вещи. А у человека вот эта программа не записывается, а она вот в каких-то какашках, букашках, в каких-то вот этих наших, вот в каждой клетке она находится, еще в принципе в распадающихся клетках. Это очень печально то, что происходит сейчас. И дальше будут нам голову морочить с этими вирусами, с их мутациями, только для того, что у них не получается. У них не получается лечить. То есть лекарства от вируса нет. От бактерий есть лекарства. А какое лекарство, знаете какое? Это антибиотики. Антибиотики, убивающие жизнь. Вот эти, они бактерии убить могут и стерилизовать организм. То есть микродоза яда, которая убивает микрофлору в организме. А это помогает при больших, при больших, дает время при больших ранах, чтобы они заживали быстрее. Вот, чтобы бактерии не начался бактериоз, они не размножились до такой степени, чтобы пошло заражение и человек умер. Это хорошо. Они нашли способ от бактерий избавляться. Но они же убивают только, травят эти бактерии. А вирусу отравить не удается. Он в сотнюю раз меньше этой бактерии, а его хоть травят чем угодно, не удается отравить. Почему? Это не первый вирус уже придуман. Почему не удается? Потому что невозможно убить уже мертвое существо, распадающееся внутри организма. И происходит отравление банального организма. Вот этими продуктами распада. И каждый человек является как бы носителем. Попадает этот яд в организм. Происходит отравление, шок происходит. Начинает организм пробовать выделять все, выделять антитела, так называемые. Да, борется. Выделяет больше веществ, которые убирают это все. Которые процессы в организме делают, чтобы нейтрализовать это все. А организм загажен, допустим, и с кишечником. И он отравлен. Он хотел бы работать, а он не может. У него вялость происходит. Мы не даем. Мы телу, сердцу не даем работать. Мы легким не даем работать. Мы сидим, мы лежим. Нас положат. И мы должны лежать в этой больнице. Да нет, ребята. Так не годится. Лучшее лечение это бассейн. Лучшее лечение это массажи. Если уже старенькие, уже совсем. Разгонять кровь нужно. Нужно помогать телу. Помогать ему. Сейчас вот они дошли до того, что они весь акцент сделали на вакцинацию. А что такое вакцинация? Это заражение. И заражается микродозой для того, чтобы организм справился и выработал больше этих веществ, которые нейтрализуют эти яды. Выработать это. Вот представьте, что вирус говорят, что это живое существо. А вакцина это обычная химия. Обычное химическое вещество. А его сделали аналогом этого живого вещества. Невозможно так, чтобы на химию реагировало так же, как на живое существо, на бактерию. Поэтому наука сейчас находится в таком тупике, в такой жопе конкретной. Но она будет извиваться. А знаете почему будет извиваться? Потому что за ней стоят огромные деньги. Триллионы долларов вообще вот этого оборота. Это больше, чем наркотиков в мире. Больше, чем пищевая, видимо, промышленность. Бог ее знает. Но так выглядит на то, что это же какие деньги люди платят. И какие мощности работают для того, чтобы и лекаря, и доктора сидят и только выписывают, выписывают, выписывают эти рецепты. А некоторые хитрованы, они на этом деньги зарабатывают. В штатах вообще полностью эта система. Чем больше продаж, чем больше рецептов выписываешь, тем больше у тебя премия, процент с этого НЛМ сделали. Вот. Поэтому это тупиковая ситуация. Вакцина, она для здорового организма может пойти, и ничего страшного не будет с этой вакциной. Но нужно знать, что это отравление. Если человек уже отравленный, если он старый, больной, и у него нет, он не ведет гигиены желудка, там, гигиены кишечника, там, не ведет здорового выражения. Кушать немножко, кушать только неконцентрированные вещи. То есть те, которые природа сделала, и то нужно кушать. Весь концентрат – это равносильно водке. Сахар равносильно водке. Поэтому вот сегодня так выкипела, рассказываю вам накипевшее о том, что происходит на самом деле. Потому что это никогда не кончится. Это поддерживается слишком большими деньгами, чтобы остановиться. Мутации будут находиться все новое и новое. Это будет только для того, чтобы обосновать свое бессилие перед этим. У них концепция в голове одна, и они не могут от нее оторваться. Это же в 50-х годах кто-то придумал эти ДНК, вирусы 70 лет назад. Еще микроскопов электронных не было, никто ничего не видел. И сейчас они не видят ничего. Это все теоретическое у них, и не держатся за это. Поэтому выход один. Ребята, вот есть пост, профилактика. Нужно не только внешне выглядеть красиво, но и внутри посмотреть, сколько у нас дерьма, и что сделать, чтобы от этого дерьма избавиться. И достойно старость прожить, а не больным, скрюченным вот так, как в этом самом. Лежать в лежачем положении. Это не зависит от того, где вы работаете. Физическим трудом, не физическим трудом. Каждый может найти свой способ для того, чтобы поддерживать свое физическое здоровье. А на уровне государства, вот бы достучаться до долба какого-то умного, что ребята, весь этот шалман, который работает, он работает только за деньги. А нам нужно растить здоровых детей. Нам нужно вместо больниц, каждый, сделать бассейн. В каждой больнице сделать массажные кабинеты. И не нужно нам этих таблеток. Это крайний случай. И то нужно очень хорошо, 10 раз подумать, прежде чем применить тот или иной препарат. А их не надо будет применять, если сразу начать с очищения человека, а потом его... Ведь посмотрите, зачем они вакцину делают? Они вакцину делают для того, чтобы сам организм боролся. А если с другой стороны подойти? Не надо вакцину, а взять человека и потренировать чуть-чуть, который всю свою жизнь ходит только на двух ножках, ножки переставляет и все. То есть у него нет ритмики сердца. Увеличить ритмику сердца. Покупать в бассейне, заставить его подвигаться. День, второй, третий, через неделю все, без всяких таблеток человек оживет. Вот. И организм начнет сам регенерироваться. Все органы, которые до этого плохо работали, начнут улучшаться постепенно, постепенно. Через месяц человек будет здоров без всяких таблеток. Но технологии такой нет. А извините, почему? А потому что нужно продавать эти таблетки. Строили такой вот человеческий зоопарк, в котором каждому кормят и приучают с детства витамин С. Сколько мы эти витамины С от простуды пили. Поколение целое глотали его. И что оказалось? Плацебо. Плацебо медицина рулит. До завтра, ребята. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин